Вячеслав Малежик и Алла Пугачева некогда занимались совместным творчеством, несколько десятилетий назад они выступали в ансамбле «Веселые ребята». Тогда между звездами установились теплые отношения. 77-летний Малежик признается, что долго поддерживал с Примадонной дружеский контакт, но со временем он сошел на нет. По его словам, Алла Борисовна предлагала работать вместе, однако исполнитель хита «Провинциалка» решил продолжить сольную карьеру. «Мы с ней тысячу лет уже не поддерживаем отношения. Плотно общались, когда я работал в «Веселых ребятах», потом разошлись. Она меня звала в свой театр песни, но я ей сказал, ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник. На этом закончились наши взаимоотношения», — говорит он. Артист рассказал, что несмотря на отъезд звезды эстрады в Израиль, продолжает относиться к ней положительно. К другим коллегам по звездному цеху, которые отправились за рубеж, музыкант не так благосклонен. Все, кроме Аллы Пугачевой, кто покинул страну, кроме раздражения, ничего не вызывают. Честно говоря, Аллу мне очень жалко, она талантливая женщина, и мне не очень понятно, почему она отказалась от той любви, которую она имела в нашей стране. Потому что это та вещь, которая за деньги не покупается, удивляется он. Напомним, несколько лет назад Вячеслав Малежик столкнулся с проблемами со здоровьем, артиста подкосил инсульт. Его жена Татьяна помогала артисту восстановиться, была рядом, когда он заново учился ходить и говорить. Для 68-летней Татьяны Малежик диагноз мужа оказался сильным ударом и едва не свел в могилу ее саму. Депрессия длилась более двух лет, у меня практически была анорексия. Мне было стыдно раздеться перед самой собой. Я уж не говорю перед кем-то. Я не ходила в бассейн. Потеряла больше 20 килограммов, говорила она. По ее словам, бывали моменты, когда в голове роились совсем страшные мысли. Благо, женщина вовремя обратилась за помощью. Были мысли о том, как легко уйти из этой жизни, чтобы не было больно и не было больно родным. Я поняла, что не справляюсь сама. У меня были психотерапевты. Один, второй, третий. Я их меняла. Мне ничего не помогало. Я падала в обморок, могла встать и сразу упасть плашмя, рассказывала она. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!